досмотрите выпуск до конца и вы сможете выиграть кое-что из находок условия конкурса будут после видео механизм в этих часах швейцарский набор пивных пробок с оригинальными немецкими чернилами под пеньком в корневском лесу да классная монета гумишут самые настоящие спонсор показа интернет-магазин антиквар 32 огромный выбор металлоискателей и поисковой техники широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения обмен вашего металлоискателя по системе трейд-ин переходите по ссылке в описании и применяйте промокод рыбак об это даст возможность получить скидку до 25 процентов я всех приветствуем на канале рыболов копатель ну что у нас сегодня выпуск в формате выездного музея так называемого уже давно многие просят в комментариях показать находки я уже говорил что в общепринятом понимании слова музей его как такового не существует у меня по крайней мере я ничего не собираю но из-за того что вы просите вот решили выехать в лес кстати это вот у нас в городе светлом светловском лесу так называемая поляна лесника здесь был дом лесника с отдельной историей очень богатой военной историей мы находимся именно в этом месте в общем покажу вам то что было найдено во многих роликах вы уже это могли наблюдать кому интересно вы сможете вернуться найти эти ролики и более подробно посмотреть а сегодня будет небольшой обзор перед видео сразу хочу сказать друзья что это не является какой-либо пропагандой ужасов войны все что вы увидите видео демонстрируются исключительно в исторических целях и нет такой задачи кого-то оскорбить обидеть лично или задеть чьи-то чувства так что друзья надеюсь вы воспримите все это правильно и здраво иначе остаются находки которые забираешь с собой скопа которые интересны в той или иной мере и вот влад еще меня подбил тоже говорит давай выйдем куда-нибудь на природу и покажем то что накопали сразу скажу что тут львиная доля влада потому что я вообще практически ничего не собираю ну в том числе и генерала находки тут присутствует так что друзья смотрите сейчас более подробно покажем ну что начнем по порядку с этого края вот это блиндажная свеча была выкопана владом на поле в районе реки витушка и что характерно вот это вот материя от кителя судя по всему она была глубже утоплена туда уже потом влад когда чистил разогнул достал посмотрите какой антураж так это гильза авиационная да у нас ил-2 штурмовик самолет здесь у нас масленка из набора причем все работает по утверждению влада и сюда нажимаешь и сюда подать подача воздуха получается шприцуешь короче и здесь начинает вытекать на неродное только пружинка вот здесь внутри и резиночка соответственно кожаная ушла на баночка силиконовую это постоянно лучше было подошло более-менее дальше у нас пошли пряги вот это вот лютая партизанка посмотрите вся затертая вся затертая в усмерть тут же рядом зацеп с клеймом дальше идет общевойсковая год метунс клеймо тоже присутствует на внутренней стороне еще краска сохранилась тут год метунс партизанка это вот из предпоследнего видео влад нагреванием и усилием выпрямил ее посмотрите получилось клеем так и не появилась до тут по первой мировой год метунс с короной вот фрагмент пряги тоже некий орел дальше по порядку у нас идет по первой мировой войне вот это не так давно тоже находили это английская гренадка кокарда получается вот говорит что вот этот вот символ какой-то очень-очень старый английский не так давно было может кто-то и помнит здесь пуговица первушная урок то все помнят наверно рога периодически проскакивают потом у нас такая ложка серебряная с гравюрами похоже на самодельную в какой-то мере вот это что это по твоим предположениям вот вешалка а ну да это что процентов вешалка вот эту на немецкой мусорки я находил пряга от поясного ремня женская электрическая тема керамика часто попадается на бывших местах жительства немцев далее по списку набор пивных пробок и фрагменты статуэток опять же электрика и вот это приспособа довольно занятная то есть лампочный цоколь она вкручивалась и можно было использовать ее как розетку сюда вилки подсоединялись и запитывались соответственно здесь лампа была здесь у нас фрагмент курительной трубки готика бледная бледная еле еле видно жаль не целая и вот такой вот гильзовый заворот художественный практически как вам такое ребят далее зацеп по первой мировой войне клеймо внутри здесь глиняные прясла это тоже с хуторов все стопки блиндажные смотрите палец какого цвета у меня как пузырек на крайнем копе занозу посадил сюда йодом заливаю не могу вытащить поэтому сжигать ее приходится йодом вот это все конина конина это ременные пряжки что касается конины ну вот такие наборы цветные периодически попадаются на полях встречаются а вот это вот узнали что такое самый настоящий ластик он же стирательная резинка был найден в блиндаже не так давно была найдена вот эта игольница здесь откручивается снизу причем вот эта керамика твердый материал здесь у нас бронзовый бочковой кран тяжелый достаточно часть охотничьего манка на утку это подкорнево как я помню мы один был вот это вот в реке алюминиевая штука была найдена так до сих пор я и не понял что это такое эндерс легкая пустая кто узнал кто поможет определить буду благодарен пишите в комментарии совенок он сидит уже не такой грустный как раньше был помните его друзья не так давно появился он также как и дедушка оба на подставках из африканского тика стоят дедушка серебряные монеты охраняет как вариант можно использовать вот сюда под ногу ему стопку наложить и дед такой будет дед будет крутой более чернильница из блиндажа с оригинальными немецкими чернилами уже давно было найдено года четыре наверно стоит вот эту крышку со славска все помнят я думаю маленькая кружка тоже с тех краев если не ошибаюсь набор гирь почти все на одинаковых клеймах это с тимуром мы находили черняховском районе на хуторе вот такая 5 килограммовая гиря с гусевского района уехала ко мне отчего вот эта шкала измерительная тоже очень давно не могу найти маркировка град спидометр это навряд ли на тахометр тоже не похоже может шкала давления а может и нет у нас пошли награды так называемый крым щит на поле влад находил дальше звезда восточных добровольцев вот этот день я очень хорошо помню когда влад нашел под пеньком в корневском лесу эту предательскую звезду так называемую винтовка простонародье между прочим находил генерал поэтому тут сразу лайк можно ставить в правдинских лесах такая жирненькая дальше у нас побелевший в простонародье танк за танковую атаку цинковый это с районов бальги если я не ошибаюсь да влад рамка от железного креста серебро и винтовка с последнего копа лада здесь и охраняет с велосипеда такая вот икра эту каску я уже показывал восстановленная из реки самого маленького размера м 35 сейчас еще одна каска на восстановление находится скоро должна быть готова тоже пойдет в коллекцию и пошла тяжелая артиллерия домкрат скорневских лесов генерал помог привести его в рабочее состояние теперь все работает ну-ка покрути Влад сейчас еще покажу из тяжелой артиллерии тут кстати у нас крюк связистов болтается вермахт сюда положу его чтоб по голове не бил вот такие тиски на берегу ручья были выкопаны тоже восстановленные тоже крутятся работают инструмент ключи ножи для вскрытия цинков ящиков с патронами эти тиски тоже уже отдельно показывал особо люблю я такой инструмент старый эти возможно и довоенные даже тоже все работает на сегодняшний день дальше инструмент те самые ножики с рыбками про которые я недавно упоминал здесь масленка рок косули саперный топор немецкие топоры лопатка эти ключи довольно часто попадаются для работы с подковами для обслуживания что у нас здесь а здесь у нас ступичные гайки рулетка между прочим 10 метровая в разобранном состоянии тряпичная и вот основа рулетки которая не так давно мной была поднята это была 20-ти метровая жестяная жестяная но жесть вся слетела в никудышном состоянии но вот это на память забрал ну и всячески неопознанные крышки зажим вот этот не так давно был найден не пиля этот топливный болт как мне подсказали штуцер с отверстиями возможно от карбюратора станка кто его знает возвращаемся к столу здесь поинтересней будет ну что если говорить о жетонах это все влад скопил здесь у нас запасной батальон здесь санитарный запасной вот тут к чему мы пришли что тут латыни а это зенитчики у нас да получается флаг это предательский получается волхотатарск волхотатары короче здесь у нас первая мировая все подробно расписано а вот этот мы уже не помним что такое фас филдфас кто может расшифровать напишите друзья мы уже забыли вот этот вот по первой мировой войне который соответственно это дата рождения хозяина двадцатая четвертая тысяча восемьсот девяносто пятый год и фридланд это у нас правдинск ныне город правдинск ну что будем переключаться на монеты этот знаменитый талер который влад нашел в корневском лесу видео того дня есть уже года три наверно да ему а может и бог не не больше года три наверно в коробочке стрелковый талер да классная монета такую найти это мечта каждого копоря извиняюсь за грязные руки это ввиду подготовительных работ к съемкам но монета такая ее ничем не испортишь просто красота кстати в тот день когда влад нашел талер не прошло и получаса как вот он нашел еще вот такую медаль серебряную кстати она была погнута ты ее выровнял это голландская медаль которая была приурочена к пешему марафону в семьдесят километров проходившему в тридцать седьмом году в июне и вот лучший ходок что ли или кто такой у нас индрук ну кто то вот в какой то номинации давалась вот такая замечательная медаль красиво здесь у нас древнейшие фибулы это на берегу реки витушка была найдена сначала подумали что это конина я помню она очень массивная но это фибула самая настоящая бронзовая здесь вот еще фибула с полей к сожалению с утратами иголки нет как правило в таком состоянии они попадаются кто у нас дальше дальше гвоздь программы десятимарочник на берегу озера влад нашел и очень ликовал тогда посмотрите какая красота батюшки мои сразу воспоминания того дня я тоже мимо нее ходил но мимо посмотри она это сияет так и даже солнце выглянуло 10 марок ну из монет это наверное самый частый обитатель калининградских полей полей калининградской области зильбергроши вот они все это все они и вот такой половинчатый дирхем арабская вязь тоже вот эти половинки кто любит по древностям ходить искать я думаю они довольно часто с ними сталкиваются так вот эти вот двенадцатые части талера это товарищ генерал в славском районе нашел скорее всего это был кошелечек но тут еще двух не хватает влад куда-то спрятал их говорит не может найти видео видео тоже есть на канале можете кому интересно посмотреть а вообще я вам скажу друзья что большинство из того что здесь это все на видео так или иначе попадала здесь здесь вот монета британская со славского района два пени по моему если не ошибаюсь британия британия марка 15 копеек деньга даже как редкий гость так ну тут сильно акцентироваться не буду это все было недавно это ветеранские по первой мировой треугольник женский союз там тоже по первой мировой здесь знаки зимняя помощь 1 май вот этот в простонародье бычий глаз он же партийник а все узнали уважаемые друзья что это такое что за заветная баночка кто внимательно и давно следит за нашими похождениями те помнят как мы выкопали влад выкопал их или батя да генерал выкопал гумишуц самые настоящие есть момент их вскрытия не что иное как презервативы немцы ребята предусмотрительные были в этом плане крышка от алюминиевой мыльницы вильнюс переходим к часам это влад постарался в мамоновском районе на поле были найдены я думаю это наверное еще дореволюционные часы часы для россии верный ход что характерно механизм в этих часах швейцарский корпус и все остальное уже изготавливались в россии но конкретно механизм часов поставлялся из швейцарии посмотрите сколько клеем занимательная находка вот эти уже вот этот корпус от часов был в лесу найден как видите ровный ну сердцевины механизма нет а эти вот на поле видите лежали и помотало их но все равно часы всегда приятно так ну а теперь собственно сам конкурс вот есть такая вещица ну я знаю что это такое влад знает что это такое еще несколько ребят товарищ генерал очень хорошо знает что это такое и вот хотелось бы услышать от вас уважаемые подписчики тот кто угадает тот получит вот сразу уже могу сказать я лично отправлю вот такой вот значок первого май потом одну монету зильбергрош мы выделим из фонда и еще я что-нибудь добавлю там какие-нибудь монетки наши ну наши в смысле восточно-прусские здесь немецкие которые были выкопаны найдены вот как вы думаете что это за фрагмент из какой он отрасли для участия в конкурсе напишите в комментариях участвую в конкурсе и ваш вариант по поводу того что это может быть что это конкурс будет проходить в течение месяца 10 сентября 2021 года будет определен победитель и подведены итоги для участия в конкурсе необходимо написать комментарий участвую в конкурсе и ваш вариант ответа по поводу того что за предмет перед вами на видео также необходимо быть подписанным на канал рыболов копатель если угадавших будет несколько среди них с помощью приложения я определю единственного победителя кстати в одном из видео уже достаточно давно я говорил что это такое вот этот вот предмет он проскакивал в ролике и я называл его принадлежность откуда он и что это такое так что те кто внимательно смотрели а может кто-то захочет порыскать и удастся ему найти так что всем удачи друзья и а а а а и а и и и